Слово «отец» является для меня основополагающим. В моем понятии «отец» именно то, что приходит мне на ум, это, наверное... Главный авторитет в твоей жизни. Для меня это что-то очень доброе, это что-то большое. Это человек, которому ребенок подражает с детства. Что-то очень серьезное, теплое, но с другой стороны, что-то очень дружеское. Отец научил меня трем вещам. Быть мужчиной, не вести ответственность за каждое свое слово, за каждый свой поступок. И перед тем, как сделать что-либо, обязательно задуматься над тем, что да, а стоил ли этот шаг его самого или его имени. Ему веришь, веришь в его силу, веришь в его правду и во все, что он говорит. То, что после слова «мать», наверное, второе родное слово – это слово «отец». Отец является, мне кажется, для каждого из нас образом, идеальным образом мужества, опоры, силы, мужества близких, новащих. Это то, кого выживший. Что-то такое теплое, что хочется обнять, немножко сильнее обычно прижать к себе. Это человек, которому доверяешься целый. Помимо того, что наши родители являются людьми, благодаря карт, которые мы, в принципе, есть, наши мама, мама и папа делают из этого самого родителя, одевшегося человечка, определенную личность. Как и во всех семьях отец играет важную роль в жизни каждого ребенка, каждого человека? Папа заключает в себе все. То есть голова семьи, поддержка, плечо, которое должно быть всегда рядом, и как бы спина, мужская поддержка. И в моей жизни отец тоже сыграл немаленькую роль. Это был строгий, но очень мудрый человек, и, как его все мудрые слова сейчас я читирую, вспоминаю, стараюсь поступать в жизни да, так советовал он. Глупо Паралан Байя, который мне очень любит человека, еще такой шарик, и шарик-шарик-шарик. Мы много лет были в Ушалы, о немногих знакомые, в Ушалы-шарик-шарик в Ушалы, и шарик-шарик-шарик-шарик-шарик, Я вам скажу, был момент в моей жизни, когда я был маленьким ребенком, отец был для меня всех. И очень хотелось бы быть похожим, брать с него определенные примеры, что-то делать, подражать ему, как он ходит, как он разговаривает. Он был для меня всегда человеком, для начала человеком-меликаном. Он был очень большой, мне казалось, что больше у него не может быть никого. Я очень рад, что я узнаю этого человека. Если бы он был моим отцом, я бы его любил так же, как сейчас, я его очень сильно люблю. И я хочу, чтобы он был всегда таким хорошим, добрым, большим, здоровым. И с такими... Я поражала всегда его житкой любви, житкой радостностью. Веселым махаратским. Иногда его чрезмерные шутки даже меня отражали. А сейчас я думаю, правильно он живет, правильно делает. Чем больше шутишь, смеешься, тем дольше живешь. Если бы я описала бы папу в трех словах. То, что это есть папа, уже говорит о многом, так как слово папа заключает в себе весь смысл. Но папа... Я бы туда еще подобрала бы прилагательные. Любимый папа, самый понимающий папа. И, естественно, мой папа. И как-то однажды я утром видел, как он брился. Я стоял, смотрел, что он такой большой дядя, он очень большой человек. И он стоял, брился. И для меня это был очень сильный момент. Мне очень сильно захотелось бриться. И захотелось бриться не из-за того, что тебе нравится сам процесс, а из-за того, что это делал мой отец. Он уже не только отец для меня, это большой друг. Папа есть папа, но для меня папа был всегда другом, не только отцом. Так что в моей жизни есть два человека в одном. Папа и друг. Трех словах могу охарактеризовать мужика. Он может быть человеком строгий, тренадцатый. В то же время он может оказаться очень другими властями. И самое главное, этот человек не умеет пожертвовать в другом. Просто всем свое существование доказывает, что он заслуживает титул прекрасного дедушки. То есть перешел от титула прекрасного отца к титулу прекрасного деда. Папа и друг с титула прекрасного дедушки. Папа и друг с другом. Папа и друг с другом. Папа и друг с другом. Папа, мы тебя все очень любим, мы тебя поздравляем, и самое главное, будь с нами рядом, всегда улыбайся, гипер-позитивный, мы все тебя видим. Берегите своих родителей, матери и отцов, дорогие друзья.